Здравствуйте! В эфире программа «Стадион» в студии Владимир Чалов. Мы расскажем о значимых событиях в спортивной жизни Трёхгорного. Золотая медаль первенства России среди кадетов и юниоров. С такой наградой вернулся из Оренбурга воспитанник отделения карате школы дзёдо-трёхгорного Антон Байбородов. По результатам этих соревнований трёхгорнский каратист примет участие в чемпионате Европы среди кадетов и юниоров, который состоится в Черногории в феврале 2006 года. Сегодня Антон рассказывает об этапах Большого Пути, о спортивных буднях, победах и планах. Смотрите наш сюжет. Сейчас Антон Байбородов не представляет своей жизни без карате, а ведь попал он в этот спорт почти случайно. Уже я занимаюсь 12 лет, то есть пришёл совсем случайно, можно сказать. То есть раньше занимался лыжным спортом, потом как-то нечаянно проходил с другом мимо этого заведения. И как бы зашли, посмотрели, чем ребята занимаются, понравилось. Решили попробовать себя, ну думали так, то есть несерьёзно, там недели две-три походим, всё, закончим. Пришли, затянуло сразу же, то есть азарт появился, хотелось там больше и больше тренироваться, то есть достигать чего-то. И как бы, раньше меня как бы не брали на соревнования, там по возрасту не подходил, там старшие выезжали, я там хватался, почему меня не берут, там. Ну то есть рвался, хотел именно на соревнованиях себя показывать. Первые шаги Большого Пути, первые значительные победы запомнили спортсмену на всю жизнь. Работаем, работаем. Первые мои соревнования, это в Челябинске чемпионат области, то есть не чемпионат, а первенство тогда ещё по детям. Вот, я, первый мой выезд, я первое место занял сразу же. То есть как бы, ну там маленький мальчик там вышел, то есть сам не понял, как что произошло, то есть всё, там чемпион области, там всё. То есть уже первый шаг, там основа была сделана для меня. Вот, потом постепенно, постепенно, там неудачи, конечно, были, много неудач, постоянно там психологически не настраивался, то есть там срывы какие-то происходили. Вот, постепенно, постепенно набирал форму, обкатывался, то есть опыт появлялся в соревнованиях. Причём соревнования были не только областные, там, а как бы с малых лет, как бы я был постоянно в сборной Челябинской области и постоянно выступал на первенствах России. Вот, ну, на России, как бы для меня это вот, всё, это вверх был. То есть если я стану в призах на России, это, можно сказать, мечта моя сбылась. Мечта Антона сбылась, но цель занять призовое место на общероссийских соревнованиях оказалась промежуточной. Я поступил в Уралгувк, вот сейчас, Государственный университет физической культуры. Это, сейчас я уже на третьем курсе учусь, и на первом курсе я начал заниматься в Челябинской школе Олимпийского резерва в Контенсии. Вот, как бы, но связь с этой школой я, как бы, конечно, не разрывал там, и наоборот, с нашей школы всякая поддержка ко мне идёт, материальная там, ну, разная. То есть тренер также ездится на соревнованиях, на первенство России, вот в последний раз вместе ездили. И, как бы, Владир Васильевич Зайцев, как бы, большую поддержку мне, просто, как бы, большое спасибо ему хочу сказать за это, как бы, без него, как бы, в Челябинске съели бы меня, можно так сказать. Вот, и в Челябинске, как-то, исполнилось 18 лет, меня сразу берут на первенство России до 21 года. Как бы, первый раз выступал по-взрослым. Вот, и сразу же встал в призах, то есть третьим. Всё, то есть, я там, голова закружилась, то есть, мечта моя там сбылась. Думал, всё, как бы, но понял, что могу больше, и на каждой России я начал входить в призы, то есть, постоянно в призах, в тройке, там, в финалах постоянно был. И всё, я понял, что мне нужно быть первым. То есть, если я не первый, то меня уже не устраивает это. Вот, и вот последнее первенство, а, в Челябинске первенство России было 11 сентября, я там стал вторым, то есть, проиграл совсем нелепо, как бы, мог выиграть. И всё, то есть, для меня стало, что, если я не первый, то я никакой. Предстоящий чемпионат Европы для Антона далеко не первый опыт международных соревнований. После России в Челябинске съездил на чемпионат мира на Кипр. То есть, как бы, участвовал в командных соревнованиях, то есть, в стенках по пять человек. Вот, ну, команда проиграла в третьем бою, то есть, места никакого не заняли, но опыт, обкатка, конечно, сразу. Я всё почувствовал, ощущение международного, то есть, выше мира не бывает, правильно? У нас не олимпийский вид спорта. И, как бы, всё, я уже понял, что на международных стартах реально выступать. И всё, и вот последние соревнования, первенства России в Оренбурге прошли, вот, буквально, в конце года, 2005-го. Всё, то есть, я там выиграл, стал чемпионом России, и сейчас буду готовиться на чемпионат Европы, который в Сербии пройдёт, где-то в 20-х числах февраля уже. Вот сейчас я до 9-го числа отдыхаю, потом с 9-го числа по 29-е у меня в Челябинске подготовительный сбор. С 1-го февраля по 13-го февраля у меня сбор в Подольске, и вот сразу с Подольском через Москву в Сербию вылетаем. Антон высоко ценит поддержку и помощь своих тренеров. Считает, что его достижения и победы – общая заслуга. На эти соревнования со мной тренер Ельзов Борис Георгиевич. То есть, конечно, родной человек, поддержка, то есть, основатель, то есть, мой, можно сказать, всё, что у меня есть, благодаря моему тренеру, самому первому. То есть, техника, всё там, психологический настрой, с самого начала было заложено именно Борису Георгиевичу. Плюс, Александр Николаевич Равилов тоже, как бы, постоянно там подсказывал, то есть, как бы, это общая работа, то есть, спортсмен – это не индивидуальная работа. То есть, одному очень трудно добиться цели. То есть, тренерская работа – это тоже немаловажно. То есть, своим тренерам тоже большое спасибо говорю. Мастером спорта по карате стать непросто. Но это не предел. Нужно верить в себя. Так считает Антон Байбарулов. Мастера спорта выполнил я два года назад на студенческом чемпионате России в Санкт-Петербурге проходил. Вот. Ну, чемпионат России в Санкт-Петербурге среди студентов – это как по-взрослым. Там до 30 лет спортсмен выступает. Вот. То есть, сложно было. Там приехал, там все болело, там в крови весь вышел. То есть, как бы, потом кровью сделал, там, что хотел. Вот. А сейчас добиться, я думаю, от мастера спорта международного класса вполне реально. То есть, как бы, это я не вижу, что там недосягаемое или еще что-нибудь. То есть, как бы, есть желание сделать в ближайшее время. Как известно, положение обязывает. И спортсмен такого уровня должен вести определенный образ жизни. Антон Байбарулов успешно совмещает тренировки, поездки на соревнования и учебу. Без тренировок уже никак. Это, то есть, дают время отдыхать, да. Ну, как бы, прошли соревнования основные. Тренер тебе говорит, все, отдыхай. Две недели, допустим, да. Ты думаешь, ну, наконец-то, там, сейчас я отдохну, там, все. Четыре дня проходит, все, на месте не сидится. Там, пошел, собрал футбол пацанов погонять, там, еще чего-нибудь. То есть, постоянно уже необходимость в двигательной активности просто, ну, как наркотик на самом деле. То есть, спорт – это просто уже образ жизни, и без него я уже всякое не ощущаю в данный момент. Вот. А в Челябинске пытаюсь, как бы, совмещать вот это все. Учебу, там, спорт, то есть, как бы, отдыхать, ну, то есть, домой успевать ездить, маминой пищи покушать домашнюю, там, с друзьями пообщаться. Ну, то есть, не циклюсь я вот на одном, чтобы, вот, прям, спорт, 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 там. Такого я стараюсь не делать, потому что, если можно, поехать чуть-чуть головой. Каждый раз, посещая Трехгорный, Антон Байбородов приходит в спортивный зал, в котором тренировался не один год. Встреча с первым тренером, общение, обмен опытом, Антон очень ценит связь со своей спортивной школой. Приезжаю в Трехгорный, я сразу же, то есть, прихожу в школу свою родную, сразу же, там, делюсь опытом соревнований. То есть, здесь постоянно проходят тренировки подрастающего поколения. То есть, я постоянно, как приезжаю, я присутствую, пытаюсь на этих тренировках и подсказывать, там, спортсменам, молодым тренерам. То есть, я на международных соревнованиях пытаюсь отслеживать тактики, там, ведущих стран по карате. Вот сейчас чемпионат мира прошел, первое место общекоманно Япония заняла, второе Иран, третье Франция и четвертое мы заняли. То есть, как бы, результат довольно такой хороший, то есть, Россия набирает, вот, по сравнению с прошлыми годами. Вот, и я отслеживаю, то есть, прохожу семинары, там, с разными учителями, там, международного степеней. То есть, недавно проходил у нас мастер-класс с испанцем Антонио Алио. Вот, это личный тренер королевской семьи Испании. Вот, и, как бы, очень уважаемый человек вообще в Мировой Федерации карате. Вот, лично у него, как бы, я проходил этот семинар, и вот, все, что я там взял, я пытался именно сюда, вот, как бы, перенести, чтобы дети работали не на старом уровне, там, на базовом, как говорится, а именно стремились, там, чтобы им интересно было, там, познавать что-то новое на самом деле. Сила есть, но ум тоже нужен. Учеба в Университете физической культуры – это нелегкий труд для действующих спортсменов. Сейчас пойдем! Университет, как бы, такой специализированный, и он, как бы, на это и направлен, что спортсмены действующие, то есть, если действующий спортсмен, он выезжает на сборы постоянно, на соревнования, и там, как бы, не то, что по блажке, то есть, там нет такого, что тебе просто, ты приезжаешь, и тебе ставят экзамен или зачет, тебе просто дают время на подготовку, то есть, тебе отсрочили экзамен, ты подготовился, сдал, отсрочили, подготовился, сдал, то есть, как бы, ну, как бы, все делать для спортсменов, чтобы все успели сдавать, там, и не было такого ощущения, что там спортсмены, там, тупоголовые, и только му, могу сказать. Среди ближайших планов подготовка и поездка на чемпионат Европы. Что касается будущей профессии, идей у Антона много. Неудивительно, что все они связаны со спортом. Тренерская работа, допустим, да, это очень интересно, то есть, я бы смог, вот так вот. Ну, не в нашем городе, там, не в Челябинске, я, как бы, этим не хочу заниматься, потому что, ну, сильно, как бы, не разгонишься. Можно попробовать, как бы, в другие города уехать, то есть, там попробовать что-то свое, потом, как бы, наладить контакты с Челябинском, с Треугорным и сотрудничать, на самом деле, чтобы, как бы, коллектив был, на самом деле, такой, и взаимосвязь постоянная. То есть, не пропадала вот эта ниточка между своей школой и, допустим, будущей. Антон Байбородов уезжает на сборы, а в спортивном зале отделения карате продолжается обучение юных спортсменов. Тренеры и воспитанники школы настроены на успешную работу и новые победы. О результатах поездки Антона Байбородова на Чемпионат Европы вы узнаете из наших информационных программ. Тем временем, тренерский состав отделения карате продолжает готовить будущих чемпионов. Традиционный городской турнир для спортсменов и преподавателей – это одновременно итоги годовой работы и перспективы спортивного роста, рассказывает Ирина Харах. Эти соревнования особенные, в них не участвуют многородние спортсмены. Соперники отлично знают друг друга, занимаются в одном зале. Городской турнир по карате уже стал традицией, его проводят с 96-го года. Юные треугорненцы меряются силами между собой, и это не тренировка, а настоящее состязание. По его результатам происходит отбор на областные соревнования. Поэтому для воспитанников отделения карате каждый такой турнир – это определенный этап спортивного роста и в то же время итог годовой работы над собой. Александр Пшеницын занимается карате около 8 лет. Он уже выезжал на областные и общероссийские соревнования. Тем не менее, участие в городском турнире считает важным и обязательным. Он дает, он как бы всегда, он традиции, как традиции идет. Для меня он всегда, я должен всегда в нем принимать участие. Городской новогодний турнир собрал в зале отделения карате спортсменов в возрасте от 8 до 14 лет. Здесь выступают чемпионы и призеры области, и те, кто впервые вышел на татами в качестве участника соревнований. Бой с товарищем по секции непрост. Важно сохранить и дух соперничества, и дружбу. Пожелать им духа бойцовского, ну конечно дружбы, чтобы это все-таки одна команда, чтобы не было негатива после соревнований. Это особенно важно, чтобы они потом после соревнований пожимали себе руки и поздравляли друг друга. По результатам городского турнира первыми в своих возрастных группах и весовых категориях стали Владимир Морозов, Никита Сырцев, Семен Кривчик, Александр Ломакина, Антон Смагин, Александр Любимов и Александр Пшеницын. Прошедший сезон для Володи Приданникова оказался успешным. Юный мотогонщик проехал 47 мотокроссов и выиграл ряд крупных турниров. Сейчас спортсмен готовится к переходу в высшую лигу. С подробностями Татьяна Ольшевская. Призовых кубков у Володи столько, что их переносит в спортивные сумки. Прошедший сезон для мотогонщика был достаточно успешным. Проехал в этом году 47 мотогонов различного ранга. Начиная от чемпионатов России и заканчивая чемпионатами области. Зимой соревнования проходят редко и свободного времени достаточно. Два раза в неделю Володя Приданников приезжает на поле тренироваться. Десять минут на разминку, затем заезды, отработка поворотов и так 1-2 часа на железном коне. Выпавший снег мешает. Гонщик не может развить нужную скорость и часто падает. Однако и от таких тренировок есть польза. Снег такой же вязкий, как песок, а мотокроссы нередко проходят на песчаных трассах. Мотосекцию Володя привел папа, который до сих пор остается тренером для сына. Все соревнования едет вместе на специальной машине. Старший Приданников говорит, что родственные отношения накладывают свой отпечаток на тренировки. Чужого дядю больше послушать, например, чем я. А те же где-то и жалею все равно. Просто разговаривать, что надо. В мотоспорте Володе больше всего нравится скорость. На соревнованиях мотоцикл разгоняется до 70-80 км в час. В такие моменты все зависит от мастерства водителя. Ведь падение на соревнованиях – залог того, что первым уже не приедешь. Перед стартом креститься, ну и не каркать. А не каркать, что это значит? Ну, не говорить о себе там. Вот я здесь первый приеду, там всех обгоню, а на самом деле приезжаешь там третий, четвертый. В этом году Володя переходит в высшую лигу. Он будет соревноваться в классе 85 кубических сантиметров. Сейчас спортсмен готовится к будущим стартам и мечтает о новом мотоцикле. Ну, конечно, сложнее там же и постарше будут гонщики. Надо мотоцикл новый брать и тренироваться на нем надо уже. Без мотоспорта Вадимир себя уже не представляет и в будущем хочет стать профессиональным мото-гонщиком. Областной новогодний турнир по боксу проходил в конце декабря во дворце спорта «Олимпиец». В нем приняли участие спортсмены из Челябинска, Златоуста, Садки, Усть-Котава, Катафвановска, Копейска, Аши и других городов. В конце декабря во дворце спорта «Олимпиец» проходил областной новогодний турнир по боксу. В нем принимали участие юные спортсмены из Челябинска, Златоуста, Садки, Усть-Котава, Катафвановска, Копейска, Аши и других городов области. Желаю мяч в обличном трампе. Я думаю, что все покрыли в воскресенье, но и естественно, нас в этом рекомендуется в большинстве городов. Судейскую коллегию возглавил мастер спорта судья международной категории Юрий Мотовилов, город Челябинск, и судья международной категории из Трехгорного Ярослав Ренёв. На открытии с приветственной речью выступили глава города Николай Шиманович и президент федерации по боксу города Трехгорного, начальник ОВД Николай Титков. Ярким получилось выступление и группа поддержки Дворца культуры и КАР. Финальные бои продемонстрировали итог работы тренеров и спортсменов. Под руководством заслуженного тренера России Александра Попова тренера Валерий Попов и Денис Садков привели своих воспитанников к победе. По словам Александра Попова, горно-заводской район становится кузницей мастеров ринга. Горно-заводской район, он даёт хороший материал. Сейчас у нас хорошие кадры есть. Ну, наш город, в Усть-Катаве подрастает, там тоже наша школа, Садка, Златоуст. И мы вот стараемся на этих соревнованиях выискивать перспективных пацанов, чтобы они у нас дошли до юниорского взрослого бокса. Растёт хорошая смена. Все призёры получили подарки и дипломы. Победителем новогоднего турнира в своих весовых категориях стали Александр Миронов, Владимир Кожевник, Ярослав Андреев, Денис Ганечев, Владимир Болошев, Игорь Печушкин и Руслан Юсупов. Это был последний материал нашей сегодняшней программы. Удачи вам и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok